Я тебе сейчас плохой вопрос задам. Ты слово употребил «биомасса». Оно точное? А вопрос такой. А сейчас в России и в Украине биомасса или нет? Понимаешь, это оскорбление народу. И я это понимаю, когда я употребляю это слово. Я понимаю, что это оскорбление моему народу. К моему. Все-таки мама у меня русская. Я про Украину не скажу. Про Украину я скажу, что сейчас я понимаю, что народ проснулся. Народ проснулся, понимаешь? Вот выйти на Майдан, я понимаю, что это схлынуло. Но все-таки это было извержение. Это извержение было. И эта энергия, она в народе живет. То есть, рвануло один раз, рвануло второй раз. Рванет и третий, да? Рванет. Я не хочу, чтобы... Но народ проснулся. У меня есть прямой контакт с ребятами, которые воюют сейчас. И сразу же, пока мы не отошли, позволь мне сказать свое слово про термин АТО. Антитеррористическая операция. Как специалиста ГРУ. Беглого специалиста ГРУ. Я должен сказать следующее тебе. Древние китайцы считали, что правильно назвать, это значит правильно понять. Если мы используем неправильный термин, значит мы не понимаем. Мы говорим, Великая Отечественная война. Значит мы не понимаем смысла, что это было развязано, что это была война за мировое господство. Что это была не просто война вот за нашу родину и так далее. Если мы этого не понимаем... И вот пример тебе. Антитеррористическая операция. Операция это боевые действия по единому плану, по единому замыслу. Допустим, вот пример тебе блистательный. Сталинградская наступательная стратегическая операция. Это начало 19 ноября 1942 года. Операция продолжается три дня. То есть замысел вот так начинаем. На следующий день мы должны сделать вот это, это, это. Через три дня замыкаем кольцо. Операция и конец. Операция и конец. После этого происходит другая операция кольцо. Вот там был Сатурн, Малый Сатурн, это кольцо, когда мы замкнули, теперь их нужно разгромить. Это другая операция. И пленить. Да-да. Да-да-да. Там раз... Но операция – это нечто такое, что имеет единый замысел и единый план по времени. Не может одна операция... Длиться. Длиться. Два года. И мы не знаем, сколько она... И конца, и крайний вид. А мы не знаем. Это не операция. А что? Это война за незалежность Украины. Я так думаю. И если до тех пор, пока мы не скажем, что это идет война за независимость Украины, у нас победы не будет никакой.